Народ, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о росте в таком любимом многим и таком для многих сложном упражнении, как подтягивание. Если вы новичок и только осваиваете это упражнение, у нас есть отличное видео на тему обучения подтягивания и как развить это упражнение, как подтянуться больше одного раза. Сильная спина, широчайшие помогут вам в подтягивании, но на практике, даже если вы давно занимаетесь в зале, тягаете свободные веса или используете тренажеры, подтянуться большое количество раз бывает не так-то просто. Но если вы уже не новичок и научились подтягиваться больше 6, а лучше 10 раз, то развить этот навык можно и дальше. И сегодня я расскажу примерный план тренировок для увеличения показателя повторов. Но обязательное условие – это правильная техника, без читинга и с максимальной нагрузкой на свои широчайшие. Если вы можете потянуться больше 5 раз в спокойном ритме, без рывков, без выставления локтей вперед, перенося часть нагрузки на свои руки, тогда мы сможем работать и увеличивать вашу силу и количество повторов. Если вы до сих пор подтягиваетесь неправильно и ваши 5-6 раз, да даже и 10 ничего не значит, меняйте технику, убирайте любой читинг и начинайте заново. Да, количество подтягиваний падет и нагрузка станет выше, но польза возрастет в разы. Как правильно подтягиваться смотрите в нашем видео. А пока дам несколько советов тем, кто не использует читинг и занимается с правильной техникой, но прогресс остановился и нет увеличения в количестве подтягиваний. Тут нужно не увеличивать повторы, а улучшать качество уже имеющихся. Держать свое тело в напряжении, постоянно, то есть в нижней точке вы не расслабляетесь и не зависаете, как сосиска на палке, а постоянно держите в напряжении свои лопатки, полностью не выпрямляете спину, ваши плечи всегда немного опущены, руки чуть согнуты. Так вы добиваетесь постоянного контроля, чувствуете свои мышцы, их напряжение, постоянную работу, они не выключаются из упражнений. Вы работаете над своей негативной фазой, замедляете ее как можно больше, при этом используете быстрый рывок наверх, не в смысле рыбкового движения, а в части как бы напора, силы, которую вы прикладываете для подъема. После чего вы зависаете немного и начинаете медленно опускаться. Ваша негативная фаза, когда вы опускаетесь в исходное положение, должна быть в несколько раз медленнее, чем ваш взрывной подъем. Старайтесь выключить из упражнения руки, точнее старайтесь выполнять упражнения за счет отведения локтей назад, сводя лопатки, используя широчайшие мышцы спины и меньше использовать двуглавую мышцу, то есть ваш бицепс. Все эти действия не только увеличат ваше количество повторений в одном подходе, но даже уменьшат их, но в перспективе в дальнейшем это даст вам сильный толчок и прирост мышечной массы. Общего тонуса мышц, вашей выносливости укрепит мышечные связи и тем самым позволит вам увеличить ваши повторения. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. А теперь давайте поговорим о программе, которая позволит вам увеличивать количество повторений в два раза, с 6 до 12 или с 10 до 20, если вы застряли и не можете двигаться дальше. Используя метод убывающих повторений, вы сможете не только легко увеличить рост повторений и подходов, но и ускорить этот процесс. Правда, цикл довольно изматывающий, так как предполагает большое количество повторов, но оно того стоит. Можете привести эксперимент на месяц и убедиться в эффективности данного метода. Отдых между подходами где-то полторы-две минуты, не больше. Первый подход делаем свой максимум. Если вы можете выполнить 6 раз, значит 6, если 10, значит 10. При этом не нужно дожимать, это важно. Если вы сделали 10 раз и вроде бы чувствуете, что может еще 11, но не стоит. Остановитесь, достаточно. Аналогично и с 5 разами. Можете 5 с покойным тэпи, без рывков и так далее. Отлично, так и делайте. Шестой не дожимаем и уж точно не читингуем. Второй подход это 5 подходов, то есть снижаем лесенкой нагрузку, уменьшая количество повторений на 15-20%. То есть если ваш максимум в первом подходе был 5 раз, значит во втором делайте 4. В третьем 3, в четвертом 2 и на пятый 1. Если максимум 10, значит 8, 6, 4, 2. Шестой подход. Снова выполняем максималку, столько сколько вы сможете, на максимум до последнего. Даже если вы понимаете, что не можете, все равно стараемся тянуться вверх, а потом еще и выполнить максимально долгую негативную фазу. Седьмой подход. И под конец выполняем свою максималку с резинкой, которая позволит снизить нагрузку. Продается она в любом спортивном магазине, на Алишке, стоит копейки. Таких кругов может быть и два, тогда ваш результат будет еще выше, но тогда старайтесь делать перерывы чуть больше, не через день, а через два дня. И удачи вам в тренировках. В общем, как-то так, народ. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи, народ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok